Доброго времени! Меня зовут Сергей, и сегодня мы с Мишей вышли в городе Здоровье. Мы находимся в городе Пикалево. Тропа Здоровья начинается от дороги на водоканал. Проходит в пропсах Глеба. У нас за стеной находится небольшой разбит реки Редань. И сейчас мы пойдем по водопротеньке по тропе, так называемой, Здоровье. Продолжение следует... Смотрите, вот он вытекает и идет на тропинку. А вот здесь, посмотрите, находится еще один родит. Он благоустроенный. Благоустройство это еще с обвинением, потому что в Пархолюзе сделано. Вот так. Продолжение следует... Вот мы подходим к третьему роднику, и он у нас самый мощный родник. Субтитры делал DimaTorzok Наша тропа продолжается пока на спуск. На спуск это хорошо, когда идешь в изначальном направлении, обратно придется пухтеть. Да, довольно скользко. Вот здесь вот вниз родник стекает. И вот так вот он с шумом вниз уходит. Субтитры делал DimaTorzok У тропы здоровья два захода. На один можно зайти, где мы прошли, а на второй можно зайти с Ивановской горки напротив бассейна. Вот она вот здесь уходит. Речка Редаль начинается, обратите внимание, вот из множества вот таких вот ключевых ручейков, и она спадает в Редаль. Это не сама река Редаль, здесь сделана купель. Купель. Ага. Купель. Купель. Вот. Ага. А вот и сама рекоредаль, здесь сделан в советское время такой мостик своеобразный, она мелкая, быстрая и очень холодная, потому что идет из ключей, набирается резко Теперь тропа к дороге будет подниматься в гору, будет такая равномерная нагрузка, спуск и подъем И сейчас мы пойдем вот туда Из деревьев, вначале вот тропы на подъем, которая идет после реки преобладает все ольховая заросль Я общался с человеком, который работал в строймонтаж управления и видел план развития вот этой стороны Редани Здесь должен быть по идее микрорайон Вероятнее предположительно, тут когда-то произведена была вырубка поэтому отсутствуют хвойные деревья Скорее всего здесь подготавливали уже для строительства микрорайона Но благодаря товарищу Горбачеву или не товарищу все это дело накрылось медным тазиком Здравствуйте Здравствуйте А вот здесь есть такие постройки Это что-то типа самодельных дач Они здесь присутствуют Он на заднем плане тоже видно Вот еще один ручеек мы переходим который также впадает в Редань и придает этой речке силу А сейчас мы подошли к одному из родников Есть возможность посмотреть как начинается Редань Вот с таких вот родничков Ключа откровенно говоря не видно откуда-то из-под берега вытекает вода У нас еще продолжается движение вверх Синички На протяжении всего маршрута очень много установлено кормушек Это не только в первое Это очень красиво А вот здесь Орн 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 У нас закончился подъем в гору И теперь мы идем по плоскости А вот здесь еще наряды остались с нового года Еще одна кормушка А вот здесь его нагнула Образовалась своеобразная арка Лес у нас уже переходит смешанный постепенно Сзади мы слышим как Миша шлепает А у меня подошва так не шумит Я кстати классически оделся Какой-то даже указатель Когда-то он что-то указывал Сейчас осталась только железка от него А вот здесь он Снова наряженная елочка И здесь находится первое место стоянки Где можно посидеть и отдохнуть А в случае нехватки сил Развернуться и идти домой Мы идем дальше Здравствуйте В действительности тропа здоровья пользуется популярностью И здесь в городе очень развита скандинавская ходьба Очень много пожилых людей ходит по этой тропиночке Ну и просто приятно погулять по лесу А так как в городе отсутствует парковая зона Можно считать это заменяющая часть парковой зоны КОНЕЦ Здесь тропа здоровья раздваивается Два разных маршрута Налево, куда Миша пошел, это маршрут покороче Направо маршрут будет подлиннее Он там тоже будет раздваиваться, но потом соединяться Маршрут этот выведет до конца Он пересечет лыжную трассу И можно выйти на дорогу трассы Вологда-Новая Ладога Но мы сейчас идем, решили посовещаться налево Кстати, не попадаются нигде ни следа, ни зайца Ни следа, ни лисицы Никаких следов вообще зверей не попадаются Почему, не знаю Вроде кормовая база для зайца присутствует Да и последние малоснежные зимы позволяют ему здесь питаться Даже если навести фокус, пожалуйста, торчит черника Основная кормовая база зайца является Это молодой осенник Но так как нету кормовой базы для зайца Отсутствует лиса Так как зайца является кормовой базой для лисицы Еще одна наряженная новогодняя елочка А вот почему отсутствие белок здесь Для меня это загадка Потому что множество кормушек Множество кормушек, которые сыплют семечки Пшено И отсутствуют белки Вот это будет загадка Здесь мы переходим в хойный лес Видишь как далеко убежал А вот, кстати, конечная остановка И посмотрите, какой там большой лагерь разбит Люди отдыхают Опа Знаете, не будем мешать отдыхать Выключим пока камеру А давайте пройдем по длинному маршруту Мальчик, да? Мальчик Здравствуйте Здравствуйте Здесь вот тропинка делает развилку прямо и налево А прямая дорога потом примкнет к этой дороге что налево Пойдем дальше налево Пойдем дальше Пойдем дальше Пойдем дальше Корректор субтитров Композиция Дополнительная здесь такой молоденькая заросль видно что когда-то была делянка лес выпилен мы дошли еще до одного места стоянки вот там от находится там можно тоже посидеть и отдохнуть но мы будем продолжать путь дальше до последней здравствуйте давайте вас пропустим а вот я говорил которая тропинка возвращается сюда вот это было прямо вот она здесь выходит на основной дорогу здесь такой своеобразный мостик заболоченный участок у кого-то даже сделано были перила вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...